Площадь слёз. Здесь, у здания городского музея, отправляли добровольцев на защиту Отечества в июне 1941 года. И традиционно каждый год в День памяти и скорби 22 июня в 4 утра сюда приходят представители общественных объединений города. Отсюда колонна движется по историческим местам города, завершается шествие у Вечного огня акции «Свеча памяти». 22 июня – это священный день для всех россиян, для всей России, для всего нашего народа. Забывать его ни в коем случае нельзя. День памяти и скорби. Поэтому в этот день, конечно же, и молодёжь, и ветераны вспоминают, приходят к Вечному огню и приносят цветы, зажигают свечи. В 12 часов почтить память погибших к Вечному огню пришли представители молодёжных и общественных объединений города, Совета ветеранов, городской организации «Дети войны». На фронт ушли около 2000 саровчан и жителей деревни Балыково. Из них более 30 женщин. Среди более чем 26 миллионов погибших советских людей – 537 саровчане. Их имена высечены на мемориале «Вечный огонь». Более 100 саровчан награждены правительственными наградами, 54 из них посмертно. Среди них и 16 выпускников 41-го года. Ни один из них с войны не вернулся. В этот день, 82 года назад, началась самая страшная, самая кровопролитная Великая Отечественная война. Почти полторы тысячи дней вся наша страна, от мала до велика, воевала на фронте, работала в тылу, делала все возможное и невозможное, чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо. 27 миллионов человек погибло. Только вдумайтесь в эту цифру. Каждый год Светлана Васильевна Сунцова приходит к Вечному огню в День памяти и скорби, чтобы почтить павших. Когда началась война, ей был месяц. Отец сразу ушел на войну. Его она не помнит. Мама работала в тылу. До шести лет маленькая Света росла с бабушкой. Работа в те годы находилась для ребят практически любого возраста, вспоминает Светлана Васильевна. Я детей в войну в то время находилась для каждого возраста работа. Меня еще с двух лет, я по рассказам бабушки, мамы знали, что они меня заставляли летом особенно караулить кур, чтобы они на огород не лезли. Я, конечно, бегала по двору, просто бегала по двору. А куры, наверное, боялись, поэтому и не шли на огород. Потом мы начали работать уже с пяти лет, мы были дома хозяева, потому что нужно было поливать огурцы. Мама готовила воду приготовить, а мы уже поливали огурцы, пололи морковь, пололи капусту. В завершении митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.